Привет, друзья! Думаю, это видео в первую очередь заинтересует прекрасную половину моих зрителей. Но и для нас, мужчин, тоже найдется куда кинуть взгляд. Ведь сегодня речь пойдет о свадьбах и свадебных образах актеров отеля «Элеон». Три сезона полюбившегося многим сериала уже позади. А сколько свадеб, да и просто свадебных образов было на экране. Всех уже, наверное, и не припомните. Поэтому предлагаю посмотреть и сравнить, как выглядели актеры на своих свадьбах в сериале и в жизни. И первое, с кого мы начнем, это пара Юли и Владимира. За развитием их отношений мы наблюдали на протяжении второго сезона и хорошо помним Юлю в образе невесты, а также и то, что расставание героев произошло прямо на свадьбе. В жизни же актриса Александра Кузенкина замужем за актером Дмитрием Власкиным. Будущие супруги познакомились в школе-студии МХАТ, где Дмитрий учился на курс младше. Пара встречалась более трех лет и после окончания учебы ребята решили пожениться. А вот свадебных фото Михаила Гаврилова в открытом доступе не нашлось. Однако известно, что актер состоит в браке с актрисой Анной Носатовой, с которой он познакомился на съемках мистического сериала «Здесь кто-то есть», где актеры играли пару. А мы переходим к следующей экранной красавице Кристине. По сюжету сериала свадьбы у Кристины не было, но, как мы помним, свадебный наряд она все же примерила и также быстро его сняла, конечно же не без участия Павла Аркадьевича. Что же касается реальных свадебных нарядов, то в сети есть фото со свадебной фотосессией Марии Горбань с возлюбленным Яном Дюрицей. Однако известно, что актриса и футболист супругами так и не стали. В 2013 году актриса отправилась под венец с другим любимым человеком, осветителем Олегом Филатовым, но и эти отношения теперь уже позади. В настоящий момент Мария замужем за звукорежиссером Кириллом Зоткиным. Пара официально оформила свой союз еще в 2016 году. И бонусом предлагаю полюбоваться еще одним свадебным образом Марии в сериале «Братья по обмену». Многими обожаемая пара Даши и Петра, которая состоялась под занавес третьего сезона, сполна успела порадовать фанатов своими свадебными нарядами. Но как же обстоят дела актеров в жизни? Фотографий со свадьбы Дианы Пожарской в открытом доступе нет. Да и свои отношения с супругом режиссером Артемом Аксененко актриса предпочитает не афишировать. Известно только, что познакомились молодые люди на съемочной площадке фильма «Затмение», а после окончания съемок в апреле 2016 года пара оформила свои отношения. А что касается Егора Корешкова, то в ноябре прошлого года печатные издания пестрели заголовками о помолвке актера с коллегой по цеху Юлией Хлыниной после того, как она в своем инстаграме поделилась фото, на котором хорошо заметно сверкающее колечко на безымянном пальчике девушки. Свадебное же платье Юлия примеряла на фотосессии для Боско, а вот Егор Корешков в роли жениха многим запомнился в популярной комедии «Горько». Также в третьем сезоне сериала пара Софии и Павла провела свою пышную свадебную церемонию, однако официально они так и не оформили отношения в ЗАГСе. В жизни же Екатерина Вилкова замужем за актером Ильей Любимовым. Их свадьба состоялась 1 апреля 2011 года. При этом пара не только оформила отношения в ЗАГСе, но и обвенчалась в церкви. Образ невесты Екатерина Вилкова воплотила в фильме «Нас не догонишь» и кинокартине «Свадьба по обмену», а также в фотосессии, которую провели в рамках промокомпании к этому фильму. А вот Милош Бикович пока официально не оформлял отношения ни с одной из своих пассий. Однако роль жениха играл не только в отеле «Элеон», но и в сербском сериале «Женатый холостяк». Кстати, после окончания шестого сезона шоу-проекта «Холостяк» многие издания стали публиковать свои списки завидных женихов, претендентов на участие в следующем сезоне. Так вот, Милош Бикович после недавнего расставания со своей девушкой Аглайей Тарасовой стал значиться в этих списках в числе фаворитов. И в завершение видео экранная пара Насти и Кости. И хоть они сыграли свадьбу еще в сериале «Кухня», обойти стороной эту любимую многими пару я не смог. Известно, что Ольга Кузьмина познакомилась со своим будущим мужем Алексеем, когда училась в Академии славянской культуры. Их свадьба состоялась еще в 2010-м, а церемонию провели на острове Бали, прямо на пляже, в присутствии всего лишь нескольких гостей. Свадебным нарядом для Оли стало светлое хлопковое платье, которое она приобрела днем ранее на местном рынке. Стоит заметить, что в фильме «Одноклассницы» актриса также появляется в образе невесты. Что касается Виктора Хореняка, то его знакомство с супругой Ольгой состоялось еще в юношестве. Логичным развитием отношений для пары стала свадьба, однако этот семейный союз уже в прошлом. Друзья, а какой из представленных образов невесты вам понравился больше всех? Жду ваших ответов в комментариях. А если хотите узнать больше интересных подробностей о любимых актерах сериала «Отель и Леон», то обязательно загляните в описание к этому видео, где я оставил для вас ссылки на самые интересные видеосюжеты. И конечно же не забывайте подписываться на канал и жать на колокольчик, чтобы быть первыми в курсе событий. Надолго не прощаюсь. Увидимся в будущем.